МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Алматы. Я, Рамина Макаримова, и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях этого дня. Но сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации. В Шымкенте задержали автор в тревожной рассылке о новых взрывах в Арысе. Мы обследуем пострадавшие дома. Помощь алматинцев дошла до адресата. Десятки тонн еды, вещей, стройматериалов доставили нуждающимся. Очень много тренажеров здесь. Я очень довольна этим. Как продлить молодость? В кругу друзей еще и бесплатно. А теперь обо всем детально. Объявленная президентом кредитная амнистия начнется уже с июля. Пене и штрафы планируют списать более 5 миллионам казахстанцам. Из них свыше полумиллиона получат от государства дополнительные 300 тысяч тенге на погашение кредитов. Причем собирать бумаги и идти в финансовые институты заемщикам не придется. Подробнее об этом расскажет Елизат Акчури. Масштабная процедура по списанию миллионных долгов казахстанцев уже стартовала. До конца недели правительство и банки составят списки должников. А с 10 июля начнется процесс погашения задолженности по кредитам. В первую очередь государство поможет малоимущим, многодетным семьям, сиротам и инвалидам. Им спишут пене и штрафы, а также выплатят по 300 тысяч тенге, чтобы погасить основную сумму. Кстати, она не должна превышать 3 миллионов тенге. Собирать справки и цифр банки не обязательно. Рутинным вопросом займется правительство и финансовые организации. Мы должны выверить, сверить все цифры, списки, определить суммы. И потом уже через, значит, после бюджетных правил и процедур эти деньги пойдут в погашение этой задолженности. Вопрос коррупционности мы здесь тоже считаем, что он исключен, потому что все списки будут сверяться с данными банков, государственное кредитное бюро. То есть у нас везде есть актуальные данные об общей сумме задолженности каждого физического лица. И те категории, которые нам будут представлены, мы просто состыкуем с нашей базой данных и получим окончательный список. Всего же долги в виде процентов простят более 5 миллионам казахстанцам. Речь идет о беззалоговых и потребительских займах. К примеру, денежный кредит или техника. В правительстве уже решили, где возьмут деньги на воплощение идеи. 88,5 миллиардов тенге перераспределят за счет инвестиционных проектов. Эти деньги были заложены в бюджет. Еще 17 миллиардов тенге привлекут из специальных облигаций фонда проблемных кредитов. Итого на погашение долгов населения потратят 105 миллиардов тенге. Еще есть более 5 миллионов человек, население, которые имеют беззалоговые потребительские кредиты, по которым есть штрафы и пенни. Это порядка 48 миллиардов тенге. Они будут, эти, я имею ввиду, штрафы и пенни, также будут погашены. Эти штрафы и пенни будут выкуплены фондом проблемных кредитов у финансовых организаций с дисконтом. Но для человека это означает, что для него это будет погашение. Если же у заемщика несколько кредитов, то их погасят все. Но опять-таки в пределах указанных 300 тысяч тенге на человека. А вот долги по онлайн-кредитам списывать не будут. Тут уж должникам придется рассчитывать на свои силы. По предварительным подсчетам банкиров на проведение кредитной амнистии уйдет несколько месяцев. Жители Арыси вернутся домой 28 июня, то есть уже в пятницу. Глава Туркестанской области заявил об этом после разговора с премьером и министром обороны. С 6 утра начнут курсировать автобусы, а сам город откроют 8 часов. На сегодня, по данным Минобороны, обнаружено и вывезено из Арыси почти 6 тысяч фрагментов боеприпасов. В работе были задействованы беспилотники, с помощью которых ведется воздушная разведка. Что касается пострадавших, двоих детей, получивших тяжелые ранения, транспортируют в столицу. Еще одного пациента перевезут в Алматы для дальнейшей реабилитации. По словам главы Минздрава Ельжана Бертанова, всех пострадавших доставят при помощи санавиации. Получившие осколочные ранения, ожоги и черепно-мозговую травму нуждаются в обследовании операций. Сейчас в больницах Туркестанской области и Шумкента находятся 64 человека. Девять из них в реанимации, в том числе четверо детей. В основном это травмы черепно-мозговые, а также есть ранения осколочные, вследствие того, что рядом взрывы происходили. В том числе, к сожалению, есть у нас пациенты, которые под риском. Как я уже сказал, в реанимации потенциально все пациенты находятся, так сказать, на грани. Поэтому основная наша задача сейчас как можно меньше допустить потерь. В этой связи вот двое детей, которые мы стабилизировали уже в состоянии, мы их перетранспортируем. По последним данным, всего за медицинской помощью обратились более 400 человек. Большинство из них отправили на амбулаторное лечение. В Арысе тем временем работают 140 санэпидемиологов. Специалисты проводят дезинфекцию. За фейковую рассылку о предстоящем взрыве мощной бомбы в Арысе полиция Шимкента задержала двух женщин. До судебного расследования проводится по статье распространения заведомо ложной информации. По данным МВД за последние сутки, это уже третий подобный случай разбирательства. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации и не поддаваться панике. Напоминаем, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. Также Министерство внутренних дел официально заявляет о трех погибших в городе Арыс. Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах, о большом количестве погибших не подтверждаются. Не верить слухам и не поддаваться на провокации призвал и министр труда и соцзащиты. Бердебег Сапарбаев поговорил с жителями Арыси и озвучил позицию правительства. По его словам, деньги на ремонт домов и восстановление города будут выделены. Сапарбаев особо подчеркнул, что в трудную минуту весь Казахстан оказывает поддержку жителям Арыси. Прошу вас не поддаваться на какие-либо провокации и не верить слухам. Правительство и местные органы делают все, что необходимо. Помощь поступает от граждан со всей страны. Все средства и гуманитарная помощь будут прозрачны и справедливо распределены между вами. Для этого будет создана общественная комиссия. Куда войдут ваши представители? Этот вопрос на особом контроле. Он также сообщил, что воинскую часть перенесут из Арыси. Главная задача, говорит Сапарбаев, не допустить повторения трагедии в будущем. Первый караван со строительным грузом прибыл из Алматы в Арыси. 60 тонн стройматериалов, это краска, штукатурка, цемент и многое другое разгрузили на склады пострадавшего от взрывов города. После обследования домов из бюджета Алматы выделят деньги на их ремонт, а также возведение новых объектов. Мы обследуем пострадавшие дома. В основном во многих из них сломаны крыши, выбиты стёкла. С собой мы привезли специалистов, которые помогут составить смету. После этого уже будем иметь представление о том, сколько нам нужно средств на восстановление жилых объектов. 60 тонн стройматериалов, помощь малых и крупных компаний, простых граждан. И это только начало. Город разделили на 17 секторов, за восстановление которых берут ответственность области и мегаполисы. Алматы отстроят 14-й квартал, а это около 450 домов и школа. Эвакуированным жителям Арыси продолжает поступать гуманитарная помощь со всех концов Казахстана. Провизия, одеяло, подгузники и вещи. Только в Алматы и создано сразу несколько штабов. Работают сотни волонтёров. Мы открыли склады, куда поступает гуманитарная помощь. Уже приняли грузы от Жамбылской, Алматинской областей, города Алматы и других регионов. Открыли штабы по выдаче продуктов и вещей. Жители Арыси сейчас нуждаются не только в материальной, но и психологической поддержке. Вы смотрите новости на телеканале Алматы. Мы продолжаем выпуск. Тренажёрный зал для пожилых открылся в Житысусском районе Алматы. Посещать его старики-инвалиды могут бесплатно. Программу разрабатывают профессиональные тренеры. Уже за месяц, обещают они, у пенсионеров улучшится самочувствие. Открылся дворовый клуб «Кокжиек» благодаря спонсорской помощи в рамках городской программы «Активное долголетие». Любови Мищенко скоро 70. Бабушка активно занимается спортом. Теперь у неё есть возможность посещать тренажёрный зал бесплатно. Меценаты Житысусского района постарались создать условия для досуга пенсионеров с пользой для здоровья. Мы занимаемся здесь бесплатно. Всякие, очень много тренажёров здесь. Я очень довольна этим. И у меня как-то сразу почувствовала, что мне легче стало. Ну, как-то выровнялась я со своим позвоночником. Вместе с Любовью Мищенко сюда уже записались около 30 пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Беговые дорожки, эллиптические и велотренажёры, гантели. Оборудование у нового спортивного зала разнообразное. Есть и гимнастический зал, душевые и раздевалка. Главное, что дворовый клуб, как называют этот зал, приносит не только пользу здоровью, но и поднимает настроение. Мы благодарны всем, кто думает о здоровье пенсионеров. Мы здесь не только занимаемся спортом, но и общаемся. Это замечательно, когда ты не сидишь в четырёх стенах, а имеешь хобби, активный досуг и друзей по интересам. Опытные тренеры готовы разработать индивидуальную программу для каждого пришедшего. Ведь болезни у пенсионеров разные. Поэтому и нагрузка должна соответствовать физическому состоянию. Мы получили спонсорскую помощь в виде трёх миллионов. Договорились, что будем тренировать пенсионеров, инвалидов. Это всё бесплатно. Все пенсионеры-инвалиды приходят с Кокжиека с Первомайки. Мы ими занимаемся. В группе более 30 человек на данный момент. То есть мы ждём пополнения дальше. Рад открытию тренажёрного зала и 27-летний Аман. Парень с особыми потребностями обожает спорт. Говорит, что стремление совершенствоваться делает человека сильным. Буду приходить сюда три раза в неделю. Для меня это несложно. Ведь здесь я живу и дышу полной грудью, забывая о недуге. Человек, сидящий дома, не бывает счастлив. А здесь, я уверен, у меня появятся новые друзья. Алматинские пенсионеры могут разнообразить свой досуг посещением центров активного долголетия, спортивных залов, записаться на йогу, айкуне или скандинавскую ходьбу. Молодость – это не возраст, а состояние души. Так считают активные старики. Поэтому живут в ногу со временем и с музыкой, которая молодит их сердца. Салтанат Шурай, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Десять многодетных мам Нор-Избесского района Алматы полгода будут бесплатно заниматься в фитнес-центре. Женщины уже приступили к занятиям. Тренеры составляют им программы и работают с каждой индивидуально. За шесть месяцев мамы хотят получить фигуру своей мечты. Возможность уделить себе время и заняться спортом им подарили местные меценаты. Будут проведены ознакомительные тренировки, они пройдут фитнес-тестирование. То есть мы поймем уровень подготовленности клиентов. Потом на основании этих данных будет составлена тренировочная программа для каждого клиента индивидуально. По этой программе в дальнейшем они могут заниматься и отслеживать уже свои результаты. Мама она хранитель очага, поэтому всегда я должна держать свое здоровье в здоровом теле, здоровый дух. Поэтому я всегда стараюсь и спорту, и всему всегда уделять нужное время. Только в Нур-Избайском районе проживают более двух тысяч многодетных семей. Из общественного фонда Баката-Отбасе многим выдались сертификаты на покупку продуктов и одежды на общую сумму 6 миллионов тенге. Библиотеки университетов по всей стране пополнятся очередными мировыми бестселлерами. В Национальном бюро переводов объявили о завершении работы над 30 книгами от известных писателей. Это пособия по маркетингу, искусстве, семье и не только. Проект «100 новых учебников» реализуется в рамках Рухани Жангуру. Чего ждать читателям в ближайшее время, рассказал Рауан Кинджиханула, глава Национального бюро переводов. Рауан Кинджиханула, добрый день. Спасибо за встречу. Рад вас лично видеть. Проект стумовых книг был запущен. До этого уже есть определенные достижения. На кой стадии сейчас он находится? Проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников» является частью большой, важной программы Рухани Жангуру. Программа была инициирована Ельбасе в 2017 году, в апреле 12 числа. Мы хорошо эту дату помним, потому что для нас это очень важно. В этот день была опубликована статья Ельбасе, которая называлась «Модернизация общественного сознания. Взгляд в будущее». Эта программа состоит из нескольких направлений, в частности, шесть важных больших проектов. В том числе это и алфавит наш, и популяризация культуры в мире. И вот один из проектов называется «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников». И в рамках этого проекта сейчас уже переведено 48 учебников. И, в частности, «Новое гуманитарное знание» в рамках статьи обозначил даже, как этот проект должен быть реализован. То есть, если я правильно понимаю, 30 новых книг на следующей неделе вы уже начнете потихоньку рассылать по университету, да? Да. Вы практически первая команда журналистов, с которыми мы делимся этой новостью. Печать закончена. В следующей неделе 30 наименований учебников, общий террас – это 300 тысяч книг, уходят в наши университеты. И дальше мы надеемся, что до начала учебного года преподаватели смогут с ними ознакомиться. Будет работа по внедрению этих учебников в учебные программы, планы, для того, чтобы с 1 сентября студенты уже могли работать с этими материалами как частью программы образовательной. Вот вы сказали, очень сложный процесс. Сколько в среднем на перевод одной книги уходит времени? В среднем? Все зависит, конечно же, от объема. Есть книга, в которой там 300 страниц, а есть книга, в которой полторы тысячи страниц. Но мы исходим из заданных рамок. Мы должны закончить перевод в течение 12 месяцев. Это то, как устроена у нас работа, когда государство что-то заказывает. И вот в рамках этих временных рамок мы уже должны найти правильную конфигурацию действий, алгоритм работы, чтобы обеспечить качество и срок. Роман Кенешханул, и последний у меня вопрос. Можете немножко прооткрыть занавес? Вот эти 30 новых учебников, это чьи произведения? Специалисты, которые изучали предмет, учились в университете, они должны их знать. Вот я упомянул экономика. В прошлом году, среди первых 18, мы перевели очень широко известного автора по экономике. Это Грегори Мэнкью, его учебник «Экономикс». Потом, в этом году, к примеру, вчера буквально мы уже получили издание, это Филипп Котлер, маркетинг. Все, кто изучал курс маркетинга, обязательно слышали эту фамилию, потому что Котлер — это практически основоположник современного маркетинга. И его книга «Принципы маркетинга» — это практически библия для маркетолога. Кстати, у нас с ним прямая хорошая связь. Он даже сделал специальное предисловие казахскому изданию и очень был доволен, что в том числе на казахский язык переводится его учебник. Это 17-е издание, самое последнее. Роман Кенешханул, спасибо большое за интересную беседу. Я надеюсь, что вы планово будете выполнять эти работы и желаем вам успеха. Рассказать об Алматы в коротком ролике предлагает Управление туризма. Обзор продолжительностью от 20 секунд до 3 минут может содержать рассказ об определенной достопримечательности мегаполиса, либо о природных красотах и личных впечатлениях автора. Победитель конкурса получит 300 тысяч тенге. Ценными призами наградят и самых креативных участников. Организаторы ждут видеообзоры с 1 по 12 июля. Все подробности и условия подробно расписаны на сайте Управления туризма. Права на данное видео будут переданы Акимату города, Управлению туризма. И в дальнейшем данное видео будет рекламироваться на мировой арене. На выставке, в которой участвует Управление туризма от имени Акимата города Алматы, данное видео будет крутиться и показываться иностранным туристам, туроператорам. И чтобы заинтересовать иностранцев, туроператоров, а также жителей регионов Казахстана, мы запускаем такой конкурс. А сейчас о событиях в мире. Суд Парижа признал, что власти Франции приняли недостаточные меры для очистки воздуха. Это решение стало прецедентом. Адвокаты говорят, что ожидаются и другие подобные решения. В России же ученые обнаружили удивительную находку – кости мамонта, которые обработали доисторические люди. Иск подала бывшая жительница пригорода Парижа. Ее жалоба коснулась периода с 2012 по 2016 годы. Семья жила в Сент-Уэне, в окружении кольцевой дороги, а также трасс А1 и А86. У матери, как предполагается, начался бронхит. Дочь в семь лет заболела астмой. На пике загрязнения в декабре 2016 года состояние их здоровья ухудшилось. Как ожидается, этот вердикт окажет давление на власти Франции и заставит их активнее решать проблему грязного воздуха по всей стране. Решение суда в муниципалитете Монтрёй – это первая из целой серии дел. Сейчас мы защищаем права других жертв в суде Парижа. Надеемся, что решение будет в их пользу и что власти предпримут эффективные меры. Необычную находку обнаружили российские палеонтологи. Во время экспедиции на остров Котельный в республике Саха учёные нашли кости мамонта, которые, предположительно, обработали доисторические люди. Здесь вот видны следы воздействия человека, который обрабатывал, ну, как сказать, человек. Ну, как видите, вот ещё даже не почистили, как только-только приехали. И на этом части, например, вот есть вот зарубки вот эти человеческие. В целом в руки палеонтологов попало около 40% скелета мамонта. Учёным ещё предстоит выяснить, с какой целью доисторические люди делали зарубки и обрабатывали кости. Мамонты вымерли около 10 тысяч лет назад. Однако, благодаря морозному климату, в котором они жили, учёные продолжают находить хорошо сохранившиеся останки. Некоторые туши обнаруживают почти в идеальном состоянии. Вот такой кусочек здесь, вот здесь, вот по этому граню прошлись, ну, обработал человек тоже по длине. Новый мировой рекорд установил грузинский студент Вако Марчилашвили. Он, повиснув вниз головой, собрал кубик Рубика за 13 секунд. 19-летний парень проделал этот трюк во время музыкального фестиваля в Тбилиси. За достижением наблюдала грузинская федерация рекордов. «Предыдущий рекорд – 15 секунд. Когда я висел на перекладине, то надеялся улучшить собственное достижение хотя бы на одну-две секунды. До меня никто не собирал кубик Рубика менее чем за 15 секунд». Грузинский студент уже устанавливал мировой рекорд. В августе прошлого года он на одном дыхании собрал 6 кубиков Рубика под водой за 44 секунды. Теперь рекорд в этой категории принадлежит индийцу, который за одно погружение собрал 9 кубиков. В лондонском зоопарке начались первые в истории испытания устройства, которое позволяет растениям самим себя фотографировать. «Мы вырабатываем энергию из живых растений. Это очень воодушевляющий эксперимент в зоопарке Лондона. Мы хотим, чтобы растения делали селфи. То есть они сами будут накапливать энергию, а потом использовать её, чтобы делать фото». Когда, к примеру, в папоротнике происходит фотосинтез, то в почву попадает сахароза. Затем её переваривают бактерии, благодаря чему и вырабатывается энергия. После этого она поступает в микробиологические топливные элементы. «В этом процессе заряжается конденсаторная батарея. Она и приведёт в действие фотоаппарат. Джунгли будут сами следить за своей производительностью, за своими процессами. Просто удивительно. Растения смогут следить за растениями». В отличие от солнечной энергии, подобные установки можно будет использовать в джунглях, где под деревьями обычно темно и влажно. Учёные надеются, что их изобретение поможет следить за хрупкими экосистемами и собирать огромные базы данных. Это устройство также станет ключевым инструментом в борьбе против сокращения биоразнообразия на планете. В будущем систему хотят оснастить технологиями искусственного интеллекта. Такими событиями запомнился сегодняшний день. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова